Вопрос по переходу из стадии повторения молитвы в стадию поклонения святому. Мне не очень понятно, как это совершать. То есть в этот момент прекращать повторение молитвы, или это происходит параллельно на этих действиях? Вот смотрите, вы говорите о чём. То есть у нас есть определённая последовательность развития событий. Она зависит от концентрации. Если у человека концентрация сильная на молитве, он может прямо сразу поклоняться во время молитвы святому. Но мы как делаем? Мы сначала слушаем тех, кто молится. Вот у нас сейчас песнопение будет, молитва такая ведическая, Нарисимка Кавачи. Хором будут петь монахи, возливать масло в огонь. Мы в их настроении находимся, мы соединяемся с их настроением. И поэтому вначале мы будем повторять Хорей и Раун. Я буду повторять, по крайней мере. И будут повторять вот те, кто здесь сидят в риге со мной. А вы можете каждый свою молитву повторять в это время. Но первая стадия у нас соединения со звуком. У вас может быть голос святого человека или вашего наставника, вашего мухи. Вы сначала настраивайтесь на святость, на чистоту тех, кто рядом с вами молится, старших или вот этого хора. И первая стадия погружения, это называется опора. Человек чувствует, что он уже, его мысли в уме ослабли, и он чувствует, от тех, кто он слушает, у него появляется такая поддержка внутренняя. И в это время включается разум, духовный разум. Человек чувствует концентрацию, силу, уверенность в молитве. И в этот момент начинает погружение внутрь Ти. Вот этот звук, когда он слушает, звук находится как бы в ухе. И потом он начинает идти в сердце. И когда звук до сердца дошел, то мы начинаем повторять от сердца. То есть мы слушаем одновременно и повторяем, как они соединяются со звуком от сердца. Когда мы начинаем от сердца повторять, то дальше мы как бы, мы в этот момент начинаем уже сосредотачиваться на свой собственный звук. И отдавать его святому человеку, или отдавать Богу, или священному Писанию. Допустим, в мусульманстве не поклоняют святым людям, поклоняют священному Писанию. Можно отдавать звук священному Писанию и мысленно кланяться. Если вам это все вместе сложно, можно просто произносить звук и прославлять Господа. Если, допустим, некоторые люди, им тяжело зрительный образ соединять со звуковым, тогда в этом случае они просто произносят молитву, и это для прославления Бога. Они славят Бога звуком. А некоторым людям, допустим, надо занять свое мышление, потому что у них идут мысли поваленные все равно, и им надо образ какой-то задействовать. И тогда они или смотрят на икону, или на изображение своего наставника, и мысленно кланятся ему, и свой звук отдают, как бы своим звуком желают счастья, отдают святому человеку, или прославляют Бога своим звуком, и мысленно кланятся в это время. На этой стадии уже молитвы. Вот. То есть, это не то, что ты кланяешься, а потом говоришь. Поклон не идет вживую. Это мысленный поклон. И если это вас напрягает, некоторые люди не могут одновременно много всего это чувствовать и делать, тогда, значит, надо просто произносить звук, и все. Ну, то есть, не надо себя мучить, если вы, допустим, этого делать не можете. Вот такой ответ. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Следующий вопрос у нас будет от Рубена из Москвы. Рубен, вам слово. Здравствуйте, Олег Дональевич. Очень вас люблю и уважаю. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос. Я практикую молитву на протяжении года, и очень хочется получить ориентир, насколько сильна моя молитва, насколько она эффективна, насколько моя молитва веет на события моей жизни. Все ли я делаю правильно? Спасибо. Ну, за год вы очистились достаточно сильно. Ну, то есть, если говорить конкретно, допустим, влияет на что? На вашу личную жизнь повлияло процентов на 25, на 30. Ну, это сильное влияние. На ваше здоровье тоже примерно так же. На вашу работу меньше влияет молитва. Потому что, видно, там не нужно ничего, там у вас все нормально. Наверное, проблемы там больших нет. Ну, то есть, молитва идет туда, куда надо обычно. Она идет туда, где проблемы. Господь сам управляет силой молитвы. У вас идет просветление сознания потихоньку. Изменяется ваше восприятие мира. И то есть, почему вы задали этот вопрос? Вы не видите продвижения или что? В чем проблема? Да, я задал этот вопрос, потому что я определенно чувствую то, что, ну, моя практика, она у меня получается. Но если брать дистанцию, то я не понимаю, где я нахожусь на этой дистанции. То есть, как, ну, нет такого ориентира, допустим, если она... Ориентир, ориентир приходит, когда происходит количество, переходит в качество. У меня сейчас... Когда количество переходит в качество. Ну, допустим, сейчас лучше слышно, кстати. Получше, да, стало? А вот из-за этого плохо было, из-за этого шума, ше. Это просто здесь пульт такой, да. Ну, получше, видишь, получше стало. Да, и звук в целом качественный. Вот когда у вас какие-то реальные события в жизни произойдут, которые вы не ожидали, новые, хорошие события, тогда вы увидите результат. У вас очень практичный ум. Вам нужны какие-то результаты. Но я вижу эти результаты, я вижу психическое тело, как ваше, меняется за год. Это, я вам могу сказать, что это не год, а год и где-то, ну, около месяца еще плюс. Ну, то есть я вижу, что с этого момента вот вы начали больше года чуть повторять молитвы. И вот это время сильно меняется в вашей жизни. Я просто вам сказал чуть больше, почему, что я вижу, чтобы вы не сомневались, что я вижу вот эти перемены, вот в это время все происходит. Вот, и качество придет обязательно, что-то происходить начнет новенько в вашей жизни, такое необычное, серьезное. И вы поймете, что все идет хорошо. Спасибо. Но количество не сразу переходит в качество. Не то, что девушка начала молиться, она сразу там замуж выходит, там встречает кого-то. Сначала ничего не заметно, а потом постепенно меняется жизнь во всех отношениях. Но если говорить о том, что у вас сейчас уже произошло, то я думаю, что вы на стадии того, что у вас меняются друзья, появляются хорошие новые друзья, появляются новые интересы в жизни, которые раньше не было, интересы как к чему-то более высокому. Это уже молитва вам делает такие вещи. То есть у вас появляются друзья и новый интерес. Вот на такой стадии у них надо будет сейчас. Спасибо, Ваше Олег Геннадьевич. Мы переходим к настройке. Сейчас можно будет сесть комфортно, а после мы уже будем... У нас настройка сколько минут длится? На полчаса будем делать. Значит, сегодня у нас необычная ситуация такая, соединение, первый раз это произошло, соединение вживую молитвы с онлайном. И это у нас много раз соединялись именно ретриты «Я желаю всем счастья», но это молитвенный ретрит. И мы приняли такое решение, что я буду... Обычно в молитвенных ретритах я повторяю махамантру, повторяю тихо, негромким голосом. Но сейчас, так как живую седну, мне придется повторять громко. Я буду повторять хореи, долго тянуть хореи, и потом раам. Вот эти два звука я буду повторять. И поэтому мне немножечко... Я вчера объяснял все, кто вчера не был на лекции. Я немножко повторю тогда. На звуке хореи он длится долго. Ха-реи, то есть мы произносим два звука. Мы энергию получаем, мы настраиваемся на наполнение в это время. А на звуке рам мы отдаем энергию. Можно отдавать алтарю мысленно, можно отдавать Богу, можно славить Бога. Ну, то есть настраиваться не на себя, а на отдачу. Вот. Когда человек повторяет молитву, он не должен думать о своих близких, если он хочет им помочь. Не должен думать ни о ком, кроме Господа. Он должен славить Господа, благодарить Его за все. Славить означает благодарить мысленно за все. Или радоваться Ему, восторгаться Ему, вспоминать Его качества какие-то возвышенные. Вот. Только этим можно заниматься. Перед молитвой можно подумать о том, кому ты хочешь помочь. Допустим, ты настраиваешься, чтобы помочь. Лучше настраиваться, помочь какому-то одному человеку. И всегда во время молитвы лучше сначала попросить Господа о мире, потому что сейчас весь мир на ушах стоит. И лучше Господа о мире попросить. А потом уже попросить о помощи своему близкому, потому что то, что Богу от нас надо, чтобы мы просили о мире. Потому что Бог сам ничего не будет делать в этом мире, пока мы не захотим. Нужна наша просьба. И если мы просим о мире, то это не значит, что меньше будет влиять на наших родственников. Наоборот, Бог будет больше благодарить нас за то, что мы хотим мира тоже, и поэтому Он будет и нам помогать больше тоже. Это одно другому помогает только. Поэтому надо сначала попросить о мире Господа, чтобы прежде всего для мира мы молимся, а потом уже помогаем себе или своим близким, просить за себя или за близких потом. что-то. Вот. И дальше уже забыть об этих просьбах обо всех и целый час постоянно славить Господа. Только этим заниматься. Вот. во время молитвы нужно практиковать неподвижное положение тела. Кто-то здесь в зале должен сейчас показывать эти положения тела. Значит, здесь стоять, я так понимаю, негде, да? Или можно возле столбиков? Возле столбиков, да? Возле столбиков, да? Или кто стоял уже вот так можно даже. Вот можно прислоняться к столбикам только. Это всего там 8 или 9 или 10 человек может встать. Покажите, как стоять надо возле столбиков, вот так вот, да? Не, не, не так, это надо туда прислониться. Нет, туда прислониться надо. Нет, в боку, да. Да, вот так вот. Вот. Надо, да, то есть надо стоять вот так, и если становится плохо, то ты к столбику вот так раз. И прикоснулся. И надо падать. Вот, просто как бы встал к столбику вот так вот. И почему надо прислоняться к столбику или к стеночке тем, кто онлайн? Потому что, если вы стоите, и вам становится плохо, вы не успеете сообразить, когда вы начнете падать. Особенно, если закрыты глаза. Поэтому, если становится плохо, надо открыть глаза сразу. Чуть-чуть плохо становится открыть глаза, если вы стоите. И прислониться к стенке. Если вы этого не делаете, то есть вероятность, что вы упадете вот так лицом в пол. И это очень опасно, можно лицом удариться на сны там. Поэтому лучше всего, когда чуть-чуть, если мутит, сразу как бы глаза открываем, и к стеночке прислоняются. Потому что, когда закрыты глаза, человек не замечает, что он падает. Это положение стоит. Вот, теперь дальше следующее положение стоит. Это положение надо делать 65 минут. Не надо менять положение тела. Потому что каждые 13 минут судьба прочищается на разных слоях. И надо все это прочистить. То есть нельзя, как бы с точки зрения очищения сознания, нельзя менять положение тела. Иначе у вас опять заново все начнется. То есть вы глубоко не пойдете в этом вопросе. Вот. Теперь следующий вариант. Это стоя на колени. Кто показывает? Давайте я скажу, давай. Да. Стоя на колени. Вот когда человек стоит на колени, и ему становится тяжело, он доходит до блока, становится плохо, то он чуть-чуть приседает. Можно опереться руками на пол. Вот так вот. Побыл в таком положении немножко. И опять поднимается вверх. Когда стало легче. И вот так 65 минут. Ногами ко мне сидеть не надо. Вы мне дарите милость сейчас. Я не против. Да, так можно. Вот. Не надо ногами к алтарю сидеть. Вот допустим онлайн. Все, кто вот так ноги вытянули к алтарю, так нельзя делать. Вы получается оскорбление совершаете на алтаре. Вот. Можно сидеть со скрещенными ногами там, еще как-то. Но не вытягивать ноги вперед. Если впереди вас там алтарь или старший их, допустим, находится. Вот. Следующее положение это поза алмаза. Вы садитесь вот так вот. Вот так поза алмаза. Это положение сложное. И в нем вряд ли вы высадите 65 минут. Но если вы хотите попробовать, то можно между ног положить подушечку под попу. И, ну, как-то смягчить это положение тела, чтобы, как бы, да, вот так, может быть, вам полегче тогда будет. Вот. Если вам стало плохо, то можно опять нагнуться вперед чуть-чуть. И вот так вот. Вот так вот. Оторваться, ну, как бы немножко вперед. Вот так вот. Руками о пол. Опереться, побыть в таком положении. Потом опять назад. И так 65 минут. Вот. Следующее положение тела, это уже более легкое положение тела, называется поза бабочки. Вот это положение тела. Стопы вместе, колени брось. Можно руками держаться за ноги. Можно руки вот так по бокам положить. Можно сесть возле столбика или возле лавочки. Тогда будет легче. Это облегченное положение поза бабочки. Тоже можно так сидеть. Это будет нормальный вариант тоже. Вот. 65 минут. Следующее положение тела полу-лотос. То есть, одну ногу поднимаете на другую, задираете. Нет, это по-турецки. По-турецки нельзя сидеть. Или можно сидеть тем, кто не хочет сильно чистить. Вот так вот. Если вы будете... Одну ногу кто может забрать, показать? Вот так можно. Ну, вот я... Володя не может. Да. Кто-то другой покажите. Лотос и полу-лотос. Вот одну ногу вот она взорвала и другую. Вот так полу-лотос. Можно две? Ну, вы им покажите. Нет, это что показать? Вот это две ноги. А можно одну только? Это сложное положение тела. Вот. Его тоже можно делать 65 минут. Но если вы не можете, то не надо. Можно вопрос? Вот это полу-лотосы, если я чувствую, я могу. Но ножка будет открывать. Мои хорошие, вы не можете сейчас задавать никакие вопросы. Потому что у нас общий процесс идет. Вот. Значит... Есть еще скрученная поза, облегченная. Это когда ногу за ногу вот так забрасываются, вот так вот. И нет, это вторая подогнута должна быть по-турецки. Одна по-турецки, а другая... Вот так. Одна по-турецки, другая, вот как девушка показывает. Вот. А другая перекинута через другую. Вот так вот это происходит. Все, вот эти все положения тела, остальные все положения тела, они не очищают организм. То есть, если вы будете по-турецки просто сидеть, так тоже можно, но это не даст эффекта очищения. Если вы не можете по-другому, то сидите как можете. Если у вас возраст, то можете вообще на стуле даже сидеть. Это тоже нормально, просто концентрация и эффект очищения будет гораздо слабее. То есть, вы не сможете получить полного блага от рекрита. Разговоры должны быть закончены все. Разговоры должны быть закончены все. Все разговоры должны быть закончены. Значит, каждое положение тела, если вы будете говорить, то я буду устанавливаться. Каждое положение тела, оно имеет значение. Когда человек стоит прямо, у него очищение идет в верхней части тела, то есть статическое напряжение в голове лечится, в шее. И когда человек стоит прямо, то он вырабатывает в себе энергию принятия судьбы. Вернее, терпение, как бы. Терпение плюс такое терпение, которое дает возможность принять судьбу. Стоя положение, стоя — это очень ценное положение для победы над судьбой. Следующее положение на коленях, это уже такое полное принятие. Когда человек на коленях стоит, он уже вытерпел судьбу. Когда человек не может вытерпеть судьбу, надо стоять. Если человек выдерживает судьбу, то на коленях он уже ее принимает более глубоко, переваривает. Это уже следующий вариант победы над судьбой, более глубокий. Еще более глубокий, это когда человек сидит в алмазе, он уже начинает выдавливать из себя судьбу, начинает ее побеждать уже эффективно для победы когда человек сидит в позе лотоса то он увеличивает концентрацию внимания своих когда человек сидит бабочки то он увеличивает гармонию с окружающим миром спокойствие доброту в своем сердце и улучшает свое настроение взаимодействие с окружающим миром целом поза бабочки она очень полезна для людей как начинающий которые только начинают молить скрученная поза дает возможность человеку освободиться от влияния других людей он таким образом может почувствовать себя как-то уединенным чтобы ему не мешали жить другими так скрученная курс каждое положение тела энергии двигает какое-то определенное направление также очень важно положение пальцев называется мудрый большой палец это я указательный но остальные пальцы это функционально они связаны с разными процессами психики вот допустим когда мы большой палец указательным соединяем то это дает концентрацию внимания повышается концентрация внимания и воля к победе усиливать если человек чувствует что я наверное не смогу провести этот ретрик то он соединяет большой с указательным и чувство что уже сможет если не хватает сил человек устает чувствует усталость неплохо то он соединяет большой палец со средним я буду со средним соединять потому что на вас на всех не управишься поэтому нет силу нужно консервацию не хватает когда человек и когда человек чувствует что у него нет уверенности он как первый раз может он не уверен в себе тогда большой палец соединяется безымянным вот когда человек чувствует что у него звук как-то не так идет память работает плохо звук память тогда большой палец мизинцем соединяется если человек хочет сразу усилить волю и чтобы у него энергии было достаточно тогда большой палец соединяется с двумя пальцами указательный средний если надо уверенности звук усилить тогда безымянный мизинец если человек хочет но других мудрый нету вот допустим вот такой вот мудрый нету и вот такой вот нет понятно да вот если человек хочет допустим он всех задолбал он хочет быть смиренным тогда можно вот так сделать вот так молиться когда будет смирение выработать если человек ладони поднимает вверх он получает энергию от окружающих людей если ему меняют мешают людям он может ладони опустить вниз к ногам когда меньше будет на тебя взаимодействие влиять во время ретрита проходят разные стадии погружения в молитву и первая стадия мы соединяемся со звуком ну вот те кто допустим онлайн у них кроме общего звука общего фона будет также еще звук наушники то есть наушники это в моей вере звука у людей молитва будет своей вере поэтому звук наушники своей вере а общий фон будет тот который у нас сейчас будет это лисинка ковач вот этот молитв зачем нужен общий фон общий фон нужен для того чтобы мы идем постоянно надо это вы же видите слышите надо это реагировать на этот фон постоянно вот общий общий звук нужен для того чтобы мы все были вместе вот люди в разных городах находится и через этот общий звук вы можете вот вот те кто сейчас сейчас сидят здесь со мной в риге и мне надо будет настраиваться чтобы почувствовать что мы все вместе и так будет громкий звук и все будут вместе но те кто находится в разных городах чтобы почувствовать что быть вместе надо настроиться на общий звук который идет вот этот звук кондесинка ковач и если люди настроиться на этот общий звук и будут мысленно настраиваться на то что я хочу быть со всеми вместе то примерно через 10 минут вот он почувствует что он соединился со всеми и в целом по моему опыту где-то через 10 минут 15 минут вот этой молитвы у нас произойдет соединение всех вместе вот все соединиться в одно пространство это мой опыт многие люди тоже так отмечают именно это через это время начинают всех вместе чувства чувствовать а где бы вы не были в каком месте бы вы не были сейчас пожалуйста во время рекрита не ходите никуда и надо гладить собачек и надо нянчить своих детей ну то есть вы находитесь в общем пространстве каждый человек который отвлекается на что-то он разрушает общую атмосферу где бы вы сейчас не были вот если вы допустим едете в машине или допустим готовите еду и включили онлайн вот это наше мероприятие то вы должны сказать себе я не участвую я просто слушаю тогда вы в общее пространство не попадает ну то есть очень важно все те кто решили что они попадают в общее пространство надо 65 минут стараться делать статику делать упражнение если не можете вы больны хорошо когда вы освобождаетесь и сделать все четко то что я сейчас сказал очень важно когда пройдет мероприятие начнется нельзя никуда уходить например вы писать захотели вот нужно это ну как бы те кто здесь сидят зале можете прямо сейчас пойти чтобы потом не бегать но это исключено что вы будете мешать людям ходить и во время этого часа вы не имеете права вставать уже можете писать под себя если вот но вставать нельзя значит тоже это касается всех вот во всех комнатах сейчас находится там вам вам надо обязательно сходить заранее в туалет если вам это нужно вы не имеете права выходить во время мероприятия вот во время ретрита лучше всего никого не касаться если вы допустим сидите его кого-то коснулись вы резко помешали человеку ему придется 10 минут потом опять настраиваться ну то есть это оскорбление называется поэтому рассаживайтесь так чтобы вы никого не трогали вот у нас в зале будет общий хор и общий громкий звук всем надо будет вместе со мной громко повторять а допустим те кто находится допустим в разных городах они все читают каждый свою молитву и читать с каждой свою молитву нужно так если вы читаете одно и ту же молитву допустим вместе со мной можете повторять корей рамбур так же как я если вы договорились вашем городе то вы все хором громко можете это делать вот вы допустим сейчас если договорились вы все можете это вот допустим она в днепре 1 вообще сидит но она может со мной смело повторять громко нет проблем кто по одному то могут так делать а если вас несколько человек вы должны договориться если один человек хотя бы хочет читать свою молитву то вы недавно не можете уже громко повторять вместе со мной вы должны повторять каждый свою молитву и повторять надо так чтобы не мешать другим то есть это не должен быть громкий звук это групп так звук не шепотом то есть вы повторяете голосом очень тихо и постепенно звук будет усиливаться чем больше погружается молитву тем громче он повторяет поэтому у меня большая просьба прощать всем кто начинает слишком громко повторять но если человек уже разошелся и он прямо всем мешает он прямо очень сильно там активизировался то до него можно дотронуться рукой до плеча если до человек до вас дотронулись рукой до плеча это значит что вы уже переборщили ну то есть вы просто мешаете всем повторять молитву вам надо тише это делать значит ну то есть вот примерно так теперь по поводу погружения еще раз повторяю что есть несколько стадий погружения первая стадия это мы просто сильно концентрируемся или в наушнике или в на общий фон и повторяем как они стараемся звук именно как они повторять сейчас не должно быть никаких звуков сидеть и должны покинуть территории вот пожалуйста когда я читаю настройку все должна быть гробовая тишина так когда мы настраиваемся на общий звук то вообще голос который мы повторяем может быть трех видов то может быть эмоциональный голос допустим карьера вот такой голос не подойдет он усиливает эмоции но силу молитвы не усиливает второй вариант звука это звук от сердца он тоже он как бы выражает эмоции человека чувства но он победу над судьбой не делал и третий вид звука это звук звук памяти человек допустим включает молитву и он повторяет вместе с ней погружаются в нее и он примерно звучит вот так это звук отвлеченный как будто от человек с того света повторяю ну то есть он он звук отвлеченный от себя человек в это время не думает о себе и очень важно не думать о себе то есть важно настраиваться на голос те кто молится и у вас кстати вы мне отключили все источники звука вы сами включите дает анализим ковать откуда а иван будет включать общий я понял хорошо и ну допустим я сейчас включу работать не выключены все источники включения вот допустим я повторяю я в это время сливаюсь со звуком как бы соединяюсь с ним и при этом забываю про себя вот смотрите разницу допустим я повторяю я уже не сливаюсь я себя транслирую я показываю себя свое настроение или вот так я не сливаюсь я себя транслирую смотрите видите я сливаюсь вот это звук памяти называется или звук разума или звук побед над судьбой некоторые люди во время молитвы когда они повторяют они начинают засыпать это значит что они не сливаются не слушают не слышат они слышат только себя и когда человек слышит только себя не соединившись с в той зоной победа над судьбой когда его звук не погрузился в разум еще в сердце не не погрузился а он находится в судьбе сначала мы повторяем от своей судьбы если мы сначала не слушаем те кто молится мы повторяем от своей судьбы и в В результате в судьбе там что находится? Там трясина. Поэтому человек и спать начинает. Это означает, что он неправильно настраивается. Если человек засыпает, это значит, что он в трясине находит своей судьбы. Ему надо сильно начать слушать тех, кто молится, и с ними повторять. Выйти из трясины судьбы. Если у человека начинают слезы идти, его переполняют эмоции, это значит, что он плохо отдает. Вот если, допустим, вы засыпаете, на звуке хоре концентрируйтесь. Ну, это для тех, для зала говорю. А те, кто, допустим, в эмоциях находится, на звуке ран концентрируйтесь, отдавайте лучше. Ну, а те люди, которые свою молитву читают в онлайне, они должны просто это очень четко понимать. Что если они переполняют их эмоции, это нехорошо совсем. Если там вау, вау, это значит, что человек плохо отдает. Он сосредоточен на себе. И если человек засыпает, он тоже не побеждает судьбу. Он даже не включился в молитву, этот человек. Идеально, когда у человека входит молитва, когда он настраивается на звук, на вход сначала, потом на выход. Вход, выход. То есть у нас хорея это вход, выход это рам. Вот, когда человек повторяет аллилуйя, он повторяет аллилуйя, идет вход, я, отдает. Когда альхамдулили повторяет, альхамдулилиля, отдает. Или альхам, он повторяет, ду-ли-ля, отдаю. Вот так. Ну, то есть, все равно молитва должна, вот она, течь через человека. То есть она должна вот так вот действовать. Значит, если вы чувствуете, что вам все не тешают, значит, вы настроены несмиренно. Значит, вы должны принять людей вокруг себя, принять всех, кто находится вокруг вас. Не конфликтовать мысленно. Мерокоприятие длится час, пять минут. Это как раз то время, когда прощаются все психические слои. Давайте тогда продолжим программу нашу, да? Я благодарю всех за совместную молитву. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, вам. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, как все прошло? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я как и говорил, мы здесь пробежались на солнце, на свежем воздухе. Здесь красивая очень природа. Потом постояли в реке, красивая очень. И сейчас было столько энергии. Я лично чувствовал прекрасно, что все прошло. У меня была наполненность, сила. Я сливался, чувствовал, как сливался со всем залом, с онлайном. И этот звук молитвы такой прекрасный тоже соединялся и вибрировал очень сильно. И входил в глубину. Ну, лично я чувствовал восторг. У меня сильный, сильный ретрит был. Я счастлив. Вы как приятный. Давайте будем переходить к блоку ответов на вопросы. Итак, первый вопрос у нас будет из Москвы от Андрея Афонина. Затем от Анны Ивашкевич из Киева. Затем онлайн-участник Андрей Ивасин из Киева. И после готовится Иркутск. Мосякова Надежда. Итак, Андрей, вы нас слышите? Я слышу. Олег Геннадьевич, спасибо большое за то, что вы делаете. Вопрос следующий. Как понять, что молитва работает, если каких-то сильных внутренних, может быть, ощущений нет от молитвы? Ну и в окружающем мире что-то тоже глобально меняется. Ну, в смысле жизни. Ну, вот смотрите, первая стадия, когда человек молится глубоко, сначала у него возникает спокойствие в сердце. Сначала спокойствие в сердце возникает по поводу тех событий, которые происходят. Потом влияние. Он получает знание. Влияние означает знание. На вторая стадия это очищаются связи наши с окружающими людьми, и мы получаем знание о том, что делать в жизни, как жить правильно. И третья стадия это меняется ситуация вокруг меня конкретно, в мире. Ну, то есть вот так работает молитва. Она три стадии проходит. Сначала спокойствие, потом знание, потом изменение, чудо происходит. То есть то, что ты хотел, получается. Ну, а в целом, если говорить о глубокой работе молитвы, то самое главное в молитве — это наше отношение с Богом. Всё, что происходит в результате молитвы, это происходит потому, что Господь хочет, чтобы мы поверили глубже в молитве. И мы начинаем верить сильнее в Господа, чувствовать Его опору постепенно, чувствовать Его близость, хотим Ему служить, отдать Ему свою жизнь. Вот так всё происходит. А у вас как происходит? Вот примерно так же. Ну, так всё, значит, всё нормально? А что вы хотели, чтобы у вас вот это было? О-о-о-о! Вот эти ощущения, что ли, вы хотите, или чего? Ну, что-то поверили, ну, какой-то там или ответ изнутри, хотя бы какой-то, что там, я на дороге, и говорится, товарищи. Ну, хорошо, это не то. Молитва нужна для того, чтобы мы строили глубокие отношения с Богом. Она не нужна для эмоций каких-то. Некоторые ауру хотят видеть с помощью молитвы. Некоторые хотят чувства какие-то испытать. Молитва нужна для того, чтобы погрузиться, чтобы сначала она нужна для очищения сознания, для спокойствия нужна, успокоения. Люди все находятся в беспокойстве в этом мире. Молитва очень сильно успокаивает. Это самое глубокое и важное чувство в жизни. Спокойствие на основе спокойствия формируется разумное существование. Пока человек не успокоится, он не может быть разумным. Его всё время что-то отвлекает. Когда человек в молитву погружается, вот у меня сейчас очень сильное спокойствие внутри. Меня ничего не отвлекает. Оно опора как бы. И чувствую Господу, он даёт опору. У вас есть такое ощущение? Да-да-да, спокойствие есть. Да всё, вот это самое главное. Вы чего хотели ещё? Больше ничего. Хорошо. Всё, когда движемся вперёд. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас будет из Киева от Анны. Затем онлайн-участник из Киева Андрей. Готовится Надежда Масюкова из Иркутска и Наталья Напольских. Итак, Анна, вы нас слышите? Да, да, слышу. Слышу. Добрый день, добрый день всем. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, сколько нужно мне молиться, чтобы сжигать свою судьбу? И это событие, которое может случиться. Слушала, слушала, и вы говорили, что нужно для этого молиться два часа. 2015 год. Вот смотрите, видите, Одесса уже рядом. А, класс. Всё, мы вместе, мы встретились все вместе. Спасибо. Дальше, ты считай. Да, да, я вас увидел и сразу вспомнил, что у нас нельзя же возможности вместе встретиться, нет? А теперь она есть. Классно. Ну, давай ещё раз скажу. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, сколько нужно мне молиться, чтобы сжигать свою судьбу и предотвратить события, которые могут случиться? Какое лекция в вашем? Какое событие? Ну, ранее, лекции, там, с 2019 года до 2020, вы говорили все, что нужно молиться два часа, чтобы вот эти, ну, это событие предотвращать, которое могут случиться. Какое событие? Ну, ну, за которое я, допустим, я молился нет. Это событие слишком сложное, чтобы вы молились два часа, и оно случилось. Это нашему теляте до волка съесть. Если ваше конкретное есть событие, вот, допустим, сохранить... Есть конкретное. Скажите. Скажите. Мужа от войны. Хорошо. Тогда вам надо молиться где-то два с половиной часа, чтобы это точно произошло. На каждое событие есть... Да. На каждое событие есть свое время молитвы. Можно и за полчаса, допустим. Если ты хочешь, допустим, там, какие-то простые вещи, тогда это за полчаса в день можно сделать, да или за пятнадцать минут. Но иногда мне приходилось восемь часов в день молиться, чтобы достичь какого-то возможности нормально жить. Вы же хотите нормально просто существовать, спасение у Господа просто. Вам надо два с половиной часа. Кому-то больше может быть. Это все индивидуально абсолютно. В целом это достигается... Как это определить? Ты молишься один день, допустим, и достигаешь спокойствия в сердце. Вот у тебя сердце беспокоилось, но ты славишь, славишь Господа, и раз, у тебя спокойствие. Вот это примерно столько, сколько тебе каждый день надо будет, чтобы достигать этой цели. Ну, своей. То есть вам вот где-то чуть больше двух часов, 15 минут надо каждый день, чтобы вы достигали вот в вашей ситуации этой возможности. Ну, а у каждого человека бывает и восемь часов молишься, и не достигаешь. Я просто последние шесть месяцев молюсь каждый день по 65 минут, но вот этого такого успокоения не приходит за это время. Я потому переживала, что может, я мама молюсь, мне не хватает этих шесть-семь-четырых минут. Человек молится столько, сколько может. Вы, может быть, не можете больше. Вам надо молиться 145 минут. Хорошо. Спасибо большое. Олег Иванович, извините, Аня просто волнуется. Я переспрашиваю, там она спрашивала, можно ли молиться несколько раз в день. Это будет считаться? Да, да, да. Лучше, конечно, за раз. Но несколько раз в день тоже продолжение следует, называется. Бывает, это тоже, это слабее действует, чем один раз. Но в данном случае, конечно, это будет считаться. Просто вы не сможете за один раз, ваш максимум это час десять в нормальной концентрации, иначе вы уже все, у вас усталость появляется. Ну, человек сколько может, сколько может. Что делать? Можно, допустим, с утра час, там десять, и после недели. О, прекрасно, 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 отлично, отлично. Отличный расклад для вас индивидуальный. Спасибо огромное, спасибо большое. Да. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Олега Геннадьевич. Следующий вопрос от Андрея Васильевна из Киева, онлайн-участника, и готовится Иркутск, Надежда и Наталья. После будет вопрос из Луцка, тоже от онлайн-участника. Итак, Андрей спрашивает, если в течение 65 минут ретрита мысли улетают от концентрации на молитве, может быть, что из-за этого не очистится 5 цилиндров? Как вы рекомендуете усилием воли, возвращая себя в молитву, но не всегда получается? И как эти улетания влияют на качество молитвы и очистки цилиндров? Мои хорошие, вот смотрите, вы всё перепутали, перемешали в одно. Есть психофизическое очищение, оно происходит за счёт аскезы. Вот человек совершает, допустим, 13 минут стоит, первый слой очистился, потом второй, третий, четвёртый, пятый. Это очищение как бы идёт в результате, ты стоишь хоть ты там, носу ковряйся, стой, главное, чтобы желался им счастья. И будет очистка идти. А если ты молишься, то ты как бы что делаешь? Вот ты, допустим, у тебя есть взаимодействие с этим миром, это первый психический слой. Ты когда имена Бога повторяешь, то взаимодействие с этим миром у тебя очищается не на психофизическом плане, а на плане твоего очень глубокого, возвышенного внутреннего существования. Ты качественно меняешься восприятие мира, потому что в это время действует молитва, звучит молитва. Потом ты на следующий слой пришёл, там твои эмоции. У тебя возвышаются эмоции, очищаются благодаря молитве. Потом на следующий перешёл слой мысли. Дальше с 26 минут до 39 минут мысли очищаются. Потом настроение у тебя молитвой очищается. Но есть очищение аскезы, это просто блоки пробиваются. А есть очищение духовное. Это значит, что у тебя мысли возвышенные становятся. Не просто у тебя, допустим, если динамический блок мыслей, то человек очень напряжён, он не может сосредоточиться. Но когда человек молится, у него возвышенные мысли появляются. Причём тут напряжённость или расслабленность? Это более высокий уровень воздействия на эти зоны. Поэтому, и допустим, когда человек на пятом слое молится, до пятого дошёл, то у него очищается его адекватность восприятия мира, его глубокое ощущение счастья, глубокое чувство знания. Это всё на пятом слое находится. И параллельно это всё наполняется духовным знанием. Вся эта чистота. Ну, то есть ты как бы обогащаешь себя на всех этих слоях, если ты делаешь такую аскезу на пять слоёх. Поэтому одно другому очень сильно помогает. Но даже если делает, не делает человек аскезу на пять слоёх, он молится, он всё равно очищает своё существование. Просто это очищение немножко по другим законам действует. Но от этого ничего не меняется с точки зрения погружения в отношения с Богом. То есть можно и не стоять в статику, не делать на 65 минут, и при этом ты погружаешься в отношения с Богом очень глубоко. Но если человек это делает, он очищает своё существование. Первый этап молитвы — это очищение существования. Нам нужно очистить своё существование. Иначе какое погружение будет в отношения с Богом, если у тебя отчаяние в сердце или ты с ума сходишь, тебе не до Бога в это время. Поэтому мы соединяем молитву с аскезой, чтобы очиститься.